Ас-саляму алейкум и рахматуллахи и баракату, дорогие братья и сёстры. Хочу сегодня познакомить вас с Далгатом Магомедовым, который обратился ко мне в марте этого года. Этот человек стал героем, потому что он в конце, спустя 22 года, наконец-то смог оседлать, обуздать свою болезнь и зажить совсем другой, новой жизнью, без уколов инсулина и почти что без таблеток для сахарного диабета. Он 22 года страдал, он применял разные лечения, и давайте мы дадим ему слово. И вкратце, пожалуйста, Далгат, скажите, вот все эти 22 года, вот в нескольких словах, вот как бы вы охарактеризовали, и дальше уже мы поговорим о том, что вы стали делать после марта 22 года. 22 года тому назад мне диагностировали сахарный диабет второго типа. Изначально как-то я к этому обратился, что это сахарный диабет, это болезнь, которой можно как-то обойтись. Но это было моё как-то ошибочное отношение к этой болезни. Хотя я вскоре понял, что сахарный диабет – это не болезнь, а образ жизни и питания. Но тем не менее я начал обращаться сначала к полиэтиленнику. Раз, два, три, назначили мне разные таблетки. Я пропивал, временами проверял, сахар, всё больше и больше. И через пару лет я первый раз попал в больницу, в центральную больницу, эндокринологический отдел. И они начали лечение, меня оттуда выписали, прописали мне диабетон. Я начал пропивать этот диабетон, и при этом уже я начал как бы не есть белый хлеб, не есть кое-какие продукты, но при этом ел каши, особых результатов-то не давал. И таким образом ежегодно, раз, два, три, я попадал в больницу. Вскоре всё это не дало каких-то результатов. Начали у меня страдать первым делом почки. Почки, когда начали страдать, я, естественно, пошёл уже в урологию. Урология, мне начали лечить одни почки, забывая о сахарном диабете. Сахар поднимался и поднимался. Вскоре начало у меня как-то обследование. После обследования мне сказали, что у тебя циррёв печени, жировой гепатоз и так далее. Надо мог тебе очистить печень. То есть все последствия сахарного диабета. Это последствия сахарного диабета. Начали проявляться. Ну и при этом начал лечить свою печень, забывая о сахарном диабете. Снова сахарный диабет лечим, другое не лечим. И таким образом уже к 2010 году у меня очень сильно начали уже пострадать почки. Уже в преддиализном состоянии находились почки. Начались проблемы чуть-чуть гипертонии, проблемы сердца начались уже потихонечку появляться. И не знал, как быть. Я слушаю докторов, я очень их слушал и всегда, ну как бы тупо ли, зная ли, следовал всему тому, что они говорят. Всё, что они говорили, я покупал самые дорогие. Я говорю, какой лучше? Германский, американский и так далее, и тому подобное. При этом даже в сомнениях не бывало, что эти лекарства меня губят. То есть, естественно, упала у вас и физическая активность. У меня потихонечку начала падать физическая активность. У меня начали уже появляться сонливость, утомляемость потихонечку, потихонечку, потихонечку. Я до сахарного диабета был очень активным человеком, хотя чуть-чуть вес было у меня, даже где-то 116-117 даже доходило, но это мне как-то не мешало. Я и прыгал, я и волейбол играл, и другой играл, но тем не менее, я начал потихонечку уже себя чувствовать не так. И потом одно время резко начал худеть. И дошло почти 100, до 104 килограммов вес тоже упало. Хотя питание было нормально такое же, потому что у меня уже начали проблемы в мочеполовой системе. Итак, я начал этим сахарным диабетом жить, оно начало надо мной давлять, потихонечку у меня падало настроение, что-то делать, активность тоже пропадала. Вот так и жил. И на почве сахарного диабета у меня потом начали сердечно-сосудистые системы страдать. И в 2013 году у меня первым в республике сделали мне на сердце операцию на базе нашего кардиоцентра, пригласили москового специалиста. Пришлось уже переносить операцию на сердце. Да, и установили мне два тогда стенда. И я перенес за это годы два мини и один общий инфаркт. То есть наш гост имеет очень большой стаж болезни сахарного диабета со всеми ее последствиями. И под конец вам прописали инсулин. И в 2011 году я поехал, чтобы спасать свои почки в Израиль. В Израиле мне сказали, что без инсулина сейчас тебе очень тяжело и трудно будет. И перевели меня на инсулин. В 2011 году, это в начале, ну, можно сказать, в конце 2010 года, я на инсулине. Инсулин делал, продолжал жить. Сколько лет всего? На инсулине я был 12 лет. Вот в последний раз, какие объемы? Последний, вот начиная с середины 2021 года, в середине 2021, это приблизительно где-то с мая, июня 2020 года, я увеличил уже дозу инсулина. Каждый раз иду к врачам, у меня было по 6, утром 6, обед 6, вечером, потом 8, обед 8, значит завтра обед вечером, потом уже 10, утром 10, обед 10, вечером, вечером ново-рапида. И это тоже, когда мне помогло, мне начали назначать лантус продленный, сначала 10, потом 12, потом 26 единиц. Итого я уже к концу 2020 года делал 56 единиц инсулина. И сахар не падало меньше 9, меньше 9 сахар не падало. При этом тоже сахар 9, 10, 12, 13, когда как. Вот такие большие цифры были. Сам тоже, конечно, с каждым днем все хуже, хуже, хуже состояние. Потом мне установили, что 4 года тому назад диабетическая полинерапатия, начали болеть ноги, не мог нормально ходить. Вот такой как бы разваливался весь. Состояние было такое, ну, как бы даже жить не хотелось. И вот теперь вот давайте мы перейдем к марту 22 года, когда он обратился ко мне, так как он услышал о том, что я переборол свой сахарный диабет благодаря кетогенной диете, здоровому кето и интервальному голоданию. И он обратился ко мне и стал интересоваться лично у меня о моих результатах. И в результате я его ознакомил этой диетой. И последний вот до сегодняшнего дня он находится с нами на связи, со мной и с моим дядей, который также успешно практиковал и по сей день практикует кетто диету с интервальным голоданием. И вот что после этого вот вкратце, если можно, было это рассказать. После нашей встречи, это было в начале марта этого года, я в следующий же день начал в своей жизни, как бы третью фазу моей жизни, это переход на здоровое кето с интервальным голоданием. Я очень внимательно слушал наставника, очень мне это и стало интересно. И думаю, давай, долгать, может быть, это последний шанс твой, чтобы исцелить эту болезнь. Хотя я тоже неоднократно слышал и знал, что сахарный диабет излечим. И к тому же... Второго типа. Второго типа излечим. К тому же мы все знаем, все болезнь дают нам свечным, он же и дает нам исцеление. И, короче говоря, я строго... Как мне вот сказали, вот мой наставник, строго с первого дня начал это соблюдать. Сначала я был на трехразовом питании, и при этом, когда мне сказали, что перекусы не должны быть, я первым занимался этим. Долгать, ты что хочешь делать, перекусы не должны быть. Первые три дня я был на трехразовом питании, через каждые восемь часов. В течение недели, по-моему. Даже три-четыре дня. Ага, даже неделю не один. Даже неделю. Я уже на четвертый, на пятый день увеличил интервал между ужином и завтраком. Я переносил завтрак с шести часов к семи часам, дальше к восьми часам, дальше к десяти часам. Таким образом увеличил, увеличил, увеличил. Сначала до шестнадцати часов увеличил. На шестнадцать часовом интервале я находился буквально, скажем, десять-двенадцать дней. Потом я снова начал увеличить этот интервал между ужином и завтраком. Уже завтрак переношу уже за обедом. Час к двум. Смотрю, прошло почти, таким образом, почти месяц больше. Я смотрю, легко переношу. Естественно, ты ежедневно проверял свой сахар. Я ежедневно проверяю. Как раз об этом хочу сказать. Ежедневно проверял. Тогда, когда уже я был на двухразовом уже питании, у меня начал сахар падать. Сахар падает, энергия появляется, у меня интерес к жизни появляется. Я мотивация увеличиваю. Интервал увеличиваю. Но, конечно, между этим тоже, какие у меня проблемы, это все говорит, это очень долгая история. И я потом потихонечку, потихонечку, уже через полтора месяца, я уже вышел на разовое питание. Одноразовое питание все-таки. На одноразовое питание вышел. Смотрю, это человек, который не мог без хлеба, не мог без фруктов, без всего этого. Легкостью прохожу, потому что я себе дал такое слово. Мотивировал себя тем, что я должен исцелиться. И это как-то мне помогло. И на сегодняшний день, честно говоря, я, например, вчера в обед три часа покушал. Сейчас у меня никакого желания кушать нет. И сахара, я с 10-го, вот чуть-чуть получается, и сумбурно тоже, 10 июня этого года, это получается, через уже... То есть до 10 июня мы постепенно снижали дозу. Снижал дозу. Сначала я уже делал 8-8-8, потом 6-6-6-6. Потому что на зависимости, то есть воздействия вот такого режима, такого пищевого поведения, у вас сахар стал снижаться. Я инсулин тоже снижал, естественно. Инсулин снижал. Сначала три раза, допустим, 6-6-6 делал уже, вместо 30 единиц уже, 20, 18 уже стало. Когда 18 стало, уже я начал по-другому делать. Утром и вечером начал делать. Утром 8, уже вечером 8. Смотрю, сахар нормализуется. Уменьшил. Потом потихонечку убрал утренний, оставил вечерний. Вечерний только 8 оставил. И лантос. Скоро бросил уже лантос, продленный. Оставил это. И одноразовым был. Таким образом, я одноразовым был до 10 июня. 10 июня я находился в отъезде. И там я решил, давайте, мол, попробую. Без инсулина. Без инсулина. Я оставил этот инсулин. 10 июня вы уже полностью прекратили. Полностью прекратил, но начал пить одну таблетку метформин. Ну, он сунжарди как-то называется. Вот это название я плохо запомняю. И сейчас сегодня я на сунжарди, вот на метформине, но я его употребляю трое суток две таблетки. Сахара у меня в последнее время от 5 и 2 до 6 и 6 до 6 и 7. В основном, в основной цифре 5 и 6, 6 и 2. Состояние мое очень, ну, как сказать, ну, 20 до сахарного диабета, как я себя чувствовал, вот так сегодня я себя чувствую. Чуть-чуть меня радиколик прихватило. Я, если не прихватило бы, я уже с понедельника хотел пойти на секцию волейбола. На секцию волейбола. У меня вот такая энергия есть. Жить настроение и желание есть. Но, правда, Мухаммад Расул, я здесь без витаминов и без минералов было бы, конечно, тяжело. Поддержку я, конечно, выпивал минералы, которые мне прописывал доктор, нутрициолог. Это тоже, конечно, появляет дополнительную энергию. Те средства, те минералы, которые мне хватает в пище, которые в ката-диете, я вас сполнял этими... То есть, да. В результате, вот, вот в результате 22-летних мучений сегодня вы можете сказать, что сейчас вы живете полноценной жизнью. Я знаю, вы ездили за рулем и в Турцию, вы в себе ни в чем не отказываете, бываете в походах, вы ездите в горы, и, конечно, наверное, сахарный диабет за столь длительное время, конечно, свой отпечаток и последствия еще сохраняются. Впоследствии еще сахара тоже есть, хотя я изначально думал, что таких результатов, если даже у меня будут, будут через год, через два, но я просто благодарен Всевышнему, что он дал мне исцеление за короткое время. Всего сколько месяцев прошло? Всего от начала прошло восемь месяцев. Восемь месяцев и вот октябрьский, девятый месяц, скажем, всего девятый месяц. С марта, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Нет, восьмой месяц. Восьмой месяц. Не девятый, а восьмой месяц. И у меня прекрасные результаты, очень прекрасные результаты. Я, если можно, Махамед Расул Ходи, еще я сказал бы, благодаря чему и как я все же добился этих результатов. Я знаю, твердо уверен в этом, что для того, чтобы иметь такие результаты, первое, должно быть вера во Всевышнего нашего Создателя, Бога. Еще раз повторюсь, говорю, что Бог дает болезнь, Бог и нас исцеляет. Это первое. Второе, необходимо выполнить все рекомендации наставники. Абсолютно все. Ни шаг, ни влево, ни вправо. То есть соблюдать правила. Здесь я хочу следующее, дополнить вашу мысль. Будь это кето-диета, интервальное голодание, будь это любая диета, для этого нужно просто элементарно изучить эту вещь. Или же должен ты следовать руководству инструктора, который знает, имеет опыт. Просто взять самим что-то делать, вы можете себе навредить, поэтому конечно я вас смело призываю, особенно тех людей, которые страдают сахарным диабетом и другими подобными болезнями, я смело рекомендую соблюдать кето-диету и интервальное голодание, но сознанием. Вот третье, как раз мне то, что я хотел сказать, это изучить основе здорового кето-диеты и интервального голодания. И четвертое, это соблюдение всех правил кето-диеты. И еще очень важное, касающееся эмоционального состояния. Для того, чтобы, я же говорю, надо уйти от стрессов, уйти от стрессов, придумать все, что угодно, и когда уже мы соблюдаем кето-диету, наше эмоциональное состояние, оно потихонечку само приходит в себя. Вот это раздраженность, вот это нервозность, все это как-то проходит. Вот кето-диета с интервальным голоданием не только диабету помогает, помогает всеобщему оздоровлению, гепартония проходит, ожирение проходит, нервное состояние улучшается, сон нормализуется, отношение к жизни меняется, вот, поэтому за эти 8 месяцев вес сколько вы скинули? Я за 8 месяцев вес скинули около 15 килограммов, около сегодня у меня 81, 80, а было начало 96 килограммов. Вы сказали, а ваш рост и возраст? Рост у меня 177, возраст 65 лет, мне 65 лет, рост у меня 177 сантиметров, вес сегодня 81 килограммов и чувствую себя прекрасно. И следующее, что нужно, физическая нагрузка, умеренная физическая нагрузка. Если мы будем лениться и будем постоянно лежать на диване, тоже это плохо. Надо физически активно. И лучше всего ходба. Лучше всего 3-5 километров ежедневно. Если не ежедневно, хотя бы через дни будут проходить, это очень хорошо влияет на результат. Далее нам нужен умеренный сон, глубокая фаза сна. для этого мы должны как минимум 21 ложиться, до 5 часов постараться нормально уснуть. Это конечно для вашего возраста еще можно посоветовать 21? Я имею ввиду, 5 часов достаточно. Если глубокая фаза сна, достаточно 5 часов. Если глубокая фаза сна нет, это очень тяжело. когда мы не спим, сахар поднимается. Даже при диете. Если сна нет. Если сон нормальный есть, никаких проблем нет. Надо постараться уйти от стресса, уйти от всего этого. Мы здорового хотим. Арабы говорят, сон треть здоровья. Да. И еще один момент учесть. кто страдает сахарным диабетом, у них в разных местах тела появляется зуд. Для этого желательно, чтобы массировали особенные места появления зуда. Руку, голову, улучшают кровообращение и так далее. Вот этот зуд тоже проходит и сон улучшает. Улучшает качество сна. Качество сна. Дальше еще один момент я как-то вначале говорил, что в обязательном порядке, если здесь мы не будем использовать органические витамины и минералы, тоже результат бывает хуже. Вот поэтому я могу сегодня смело сказать, если это все рекомендации мы будем выполнять, то сахарный диабет однозначно излечим. Однозначно излечим, что я многим нашим братьям, сестрам желаю, чтобы вы послушали и нас, и других, особенно наставников своего, и делали для своего исцеления все, что рекомендуем специалистам. еще раз, сахарный диабет оно излечим. Я могу этим гордиться и передать любому другому. От всех наших зрителей долгато вам большое спасибо за то, что вы нашли время для того, чтобы поделиться своим успехом. Сахарный диабет второго типа можно перебороть, обернуть его вспять, можно восстановить свое здоровье и зажить полноценной своей жизнью. Но для этого в первую очередь нужно иметь огромное желание уповать на Всевышнего Аллаха и соблюдать данный режим питания, данный образ жизни, соблюдая, не нарушая ее правила. Сахарный Абрик 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 Продолжение следует...